Овертайм 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 Я Ольга Сирота Здравствуйте Сегодня у нас в студии Вадим Журавлев Здравствуйте Здравствуйте, Оля Вадим, человек очень известный В узкой профессиональной среде Это музыкальный критик, журналист Человек, который очень-очень хорошо знает Что творится в оперных театрах В наших оперных домах И испытал Что такое народный гнев Что такое народная цензура И вообще есть ли цензура государства Потому что он в нулевые годы Работал в Большом театре В его бытность в Большом театре Состоялся, как мне кажется Самый-самый большой скандал Музыкальный Самая-самая большая Оперная провокация А именно опера Дети Розенталя Вадим, именно с вами На живом примере Детей Розенталя Я хотела бы всю эту ситуацию И проанализировать Вы согласны или нет? Я не очень понимаю Как деятели культуры Сами могут вырабатывать Какие-то критерии Разграничивающие Эпатаж и настоящее творчество Потому что, к сожалению Мне кажется, это подталкивает Всех нас к тому, чтобы Рассказывать о своих коллегах Не очень хорошо А значит, это чревато Мы проходили в истории нашей страны Когда было модно Обличать людей Которые рядом с тобой Поэтому главная проблема Как раз в том, что Кто будет вырабатывать критерии Каковы эти критерии И кто на себя возьмет потом функцию Так сказать, стучать наверх Оскорбительный ли это Эпатаж или не оскорбительный Самый главный вопрос Кто будет решать? У нас же есть Совет по культуре Быть может, он создаст При Совете Некую организацию Непонятно, общественную Или государственную организацию Вопросов масса Масса вопросов Совет по культуре должен заниматься Наверное, другими вещами Он должен разрабатывать Будущее нашей культуры Понимать, куда целиком двигается Культура в нашей стране А не заниматься рассмотрением Конкретных жалоб При Совете будет орган Извините, это Цензура А только что вы говорили О том, что цензуры нет Получается Взаимоисключающая история Совершенно Поэтому Никто не в состоянии На сегодня Выработать критерии Я настаиваю на том Что есть Единственная цензура И единственная цензура Это зрительская Она связана Как раз со свободой творчества Вы свободно творите А дальше Зритель Покупает билеты На ваш спектакль Или не покупает Билеты на ваш спектакль Больше никаких К сожалению Механизмов До сих пор Не выработано В искусстве Все громкие провалы В истории Связаны Например, сейчас С теми произведениями Которые являются Соклассическими Абсолютный провал Кармен Абсервиаты Балета Весна священная Это, к сожалению Вторая цензура Это цензура времени Она рассудит Тех, кто Стоял в пикетах Перед премьерой Детей Розентали Ох, ну вы сами уже Начали эту тему После вот такой Преамбулы Пессимиста Я бы сказала Вы пессимист Войдем С этим мы не справимся Кто будет судить Сможем Сможем Подключим общественность Будем обсуждать Здравствуй, страна героев Здравствуй, страна Мечтателей Страна ученых Да, да, да Мыслители Страна мыслителей Мыслители, да Да Вот вы сами Вспомнили Детей Розентали Давайте все-таки Я напомню для всех Слушателей Я думаю, что Не все успели посмотреть Потому что Спектакль очень мало Шел в Большом театре Вся история случилась В 2005 году Когда Большой театр Гениальному Одному из лучших Мне кажется Современных композиторов Леониду Десятникову Заказал Оперу Вы в это время Работали в Большом театре Вместе с вами был Ваш большой друг Замечательный дирижер Александр Ведерников Я пришел чуть позже В тот момент Когда договор был подписан Дальше я занимался Этим проектом Потому что Композитор регулярно Приезжал Сдавал частями Произведения Мы слушали Потом искали Постановщиков Значит Дети Розентали Это опера Либретто для этой оперы Написал Скандально Известный писатель Владимир Сорокин Содержание вы расскажете Или мне рассказать Кратенько О чем Это опера Хотите расскажите Итак Ученые Папа Розенталь Создал Клонов Великих Композиторов Своих детей Вагнер Чайковский Верди Мусоргский И кто еще Помните Моцарт Правильно Моцарт Вот эти самые клоны Они не находят себе места В нашей действительности В нашей стране После перестройки После перестройки Они никому не нужны Они начинают бомжевать Потом они начинают пить Какая-то там банда Насколько я помню Образуется И чем это все заканчивается Они выпивают Левую водку Паленую Как говорят И умирают Все Кроме Моцарта Правильно Нет Они не бомжуют А они выступают На Как уличные музыканты И Моцарт знакомится С прекрасной девушкой Таней Которые работают Преституткой У них Начинается Большой роман А у Тани Есть сутенер Которому Это не нравится Потому что Таня и Моцарт Выношают планы Уехать жить в Крым Поэтому этот сутенер Угощает всех Отравленным вином Поэтому все Композиторы И Таня Умирают Остается Моцарт Которого уже травили Поэтому Закалка Против яда Вот Эта история Она вышла Изначально За рамки театра Уже все знали Кто такой Владимир Сорокин Знали Его повесть Очень похожую В принципе На оперу Голубое сало По-моему Да так она называлась Роман Голубое сало И там Были клоны писателей Здесь Клоны композиторов Вот эту самую повесть В свое время Жгли Бросали в унитаз Устраивали Всяческие акции Когда заказали Либретто Владимиру Сорокину Один из этих людей Насколько я понимаю Сан Саныч Ведерников Ну в первую очередь Генеральный директор Большого театра В то время Антолий Геннадьевич Иксанов Сан Санычев Ведерников Который был Музыкальным руководителем И главным дирижером Они Либретто Заказали Вот этому скандальному Писателю Владимиру Сорокину Которого Не все принимали Я не буду цитировать Слова критиков Неприличные слова Хотя кто-то считал Что это шедевр Постмодернизма Зачем Большой театр Задумал Огромную провокацию Когда уже Акции По всей стране Проходили Вы Немножко Все неправильно Представляете И вы Ну Грубо говоря Передергиваете факты В чем Ну Никто Сорокина В тот момент Нигде Ничего не сжигал Это все исключительно Связано Именно с Детьми Розентали Вот тогда Жгли И перед Большим театром На театральной площади До этого Сорокин Кому-то нравился Кому-то не нравился Кто-то читал Кто-то не читал Тогда еще Социальные сети Не были Так развиты Поэтому Это все Обсуждалось На другом уровне Сейчас Сегодня Кажется Что это Страшными людьми Задуманная Провокация На самом деле Этого не было Естественно Потому что Были два художника Один писатель Другой Композитор Они хотели Вместе Написать оперу Театр заказал Им это сочинение Сочинение Получилось Очень достойное Просто люди Которые Либреты Например не читали Но читали Например другие Его произведения Им не нравилось Они вдруг Почему-то решили Что автоматически Сорокин В своем Либреты Должен Использовать Нецензурную Лексику Это рассматривалось Даже комитетом Культуры Госдумы Они почему-то Решили Что Сорокин Создаст нечто Оскверняющее Большой театр Из чего они Сделали такой вывод Мне до сих пор Непонятно Потому что Либреты Сорокина Надо признать честно Оно сейчас Выпущено Оно вошло В полное собрание Сочинений писателя Одно из самых Тонких Умных И очень музыкальных Либрета Которые вообще Были в отечественной Опере за последние годы С учетом того Что вообще Почти ничего не было Путного И достойного Дальше Нужно идти И слушать эту оперу Вадим Я слышу какую-то Обиду в ваших словах Вот я Когда послушала Эту оперу Честно говоря Я шла Настроена Вот этими Флешмобами Плакатами Что творилось Тогда в прессе Тогда Госдума заседала Какие-то специальные Постановления принимали На генеральную репетицию Какие-то посланники Из Госдумы были Ну да Комитет по культуре Приходил Творилось невообразимое Когда я увидела Я удивилась Потрясающая музыка Во-первых Она разная Видно как Десятников Купается во всей Этой стилизации Для композитора Поиграть вот с этими стилями Это потрясающе Это не скучно Блестящий стилист Но там есть И блестящая музыка Соединяющая Эти стилистические Разные фрагменты Его собственная музыка Она вообще вся Его собственная Там нет музыки Заимствованной Она вся написанная В случае Верди В стиле Верди В случае Моцарта В стиле Моцарта Этот композитор Ему интересно Он всегда работает В этом стиле И для него это был Сумасшедший материал Для творчества И так и получилось Свободное творчество Привело к созданию Очень достойного Музыкального произведения Согласна Но Вы говорили Что когда заказывали Никто и не думал Никого эпатировать Никто не задумывал Скандала Я с вами Вот в этом Простите Не соглашусь И не поверю Владимир Сорокин Он уже и до этого Был достаточно Скандальным писателем Когда его пригласили Писать Либретто Для этой оперы Это было связано Как раз с тем Что театр хотел Он изначально Хотел привлечь Общественное внимание К опере Почему? Потому что Попробуй-ка ты Наполни зал На какую-то Премьеру Современной оперы Это сейчас Какая-то теория Заговора Сидят люди И думают Как бы что-нибудь Такое придумать Что-то дикое Потирующее Чтобы продавалось Это не так происходит У людей Другие цели Абсолютно Творчество Сегодня В области Музыкального театра В России Заключается в том Что то Что делают Музыкальные театры В основном Это мало Кого волнует И это В общем-то Творчество Для тех Кто постоянно Ходит В театре Есть какой-то Костяк зрительский Который интересуется И они ходят Ну там В случае с Большим театром Туристов Много Понятно Другие театры Может быть Менее интересны Для туристов Но тем не менее Люди делают Что-то В расчете На своего Какого-то Зрителя Кто-то Пытается Расширять Аудиторию Кто-то Нет Как только Появляется Нечто Выходящее За рамки Мейнстрима Сразу вызывает Скандал Внимание Прессы И вот тут Музыкальный театр Внезапно Становится Интересен Всем И тут Его начинают Обсуждать И те Кто Ходили И те Кто Не ходили Те Кто Не Причел Еще Либренты Сорокины А сказали Что это Эпотаж Или Циничный Мы можем Вспомнить историю С оперой Тангейзер В Новосибирске Да Которую Люди не видели Но они сказали Мы не хотим Чтобы вот было так А почему не хотим Что всех возмущает Что красной тряпкой является Вот в вашем случае Это конечно Владимир Сорокин Да В случае с Тангейзером Что стало красной тряпкой Плакат Он появлялся По-моему Секунд на 20 Спектакль Где был Красной краской В общем Человеческий силуэт Который Раскидывал руки Между раскинутыми Ногами Венеры При Определенных Обстоятельствах Можно сказать Что это распятие Кто-то другой Увидит в этом Ничего А вообще Вообще ничего не увидит Вообще ничего не увидит Вообще-то появлялось На 20 секунд А кто-то увидел В этом Вот-вот-вот Кощунство И оскорбление Чувств верующих Это как раз Самое страшное Меня, например Оскорбляет Многое то Что другим нравится Вот у меня Такой вкус Там Не знаю Спектакль Борис Годунов 48-го года В редакции Римского Корсакова Который идет В главном театре страны Я считаю Что это оскорбление Для театра Который Тем самым Демонстрирует Что с 48-го года Он в общем Не сильно Во-первых Продвинулся вперед Не создал Не создал Ничего Особенно Выдающегося Кроме того Редакция Римского Корсакова На сегодняшний день В мире Уже практически Табуированная Потому что Уже тысячу раз Доказано Что это не та музыка Которую писал Мусоргский Во всем мире Она идет В других редакциях То есть вот Меня художественно Оскорбляет Это Но я не иду В пикет Я не пишу Письма А хочется? Нет А зачем? Я просто Не покупаю билет На этот спектакль Мы все время Сталкиваемся с тем Что кто-то Хочет нам навязать Свое мнение Художественное Как основное Это К сожалению Болезнь нашей страны Мы Многие десятилетия Через это проходим И Как выяснилось Сегодня Мы снова вернулись К исходной точке Безусловно Есть еще Множество факторов Как Например Телевидение Мы включаем телевизор И видим С утра до вечера Циничный эпатаж Намного больше Чем Там люди кричат Люди чем-то Взмущаются Они Не знаю Ругаются Вот Вадим И получается Почему То что мы видим Каждый день По телевизору И который смотрит Ну 99,9% Населения Всего земного шара И нашей страны Никого не возмущает Ну возмущает Но тихо И почему То что происходит В наших театрах В которых по статистике Ходит всего лишь 4% 4% 4% Населения Почему Это Вызывает Вот такие Скандалы Брошенный камень Вызывает Вот такие Круги Что даже президент Занимается Разрешением Этого вопроса Для чего Нужен Эпатаж И почему Так происходит Ну об этом Через Несколько Секунд Программа В музыкальном театре На последнем Уходила А она Она ходила По сцене Весь спектакль И все время Читала Совершенно Не в попад Какие-то Стихи Австрийских Классиков И в тот момент Она читала Очень знаменитое Стихотворение Которое Начиналось Словами Поскольку Моя мать Была Венка И когда Она начала Его читать Из публики Стали выкрикивать Это были Не подсадные Утки А совершенно Настоящие зрители Они стали кричать Твоя мать Никогда Не была Венкой Потому что Если бы Твоя мать Была Венкой Ты бы Никогда Не участвовала В этом Оскорбительном Спектакле Вот Понимаете Иногда же Художник В данном случае Нойен Фельдс Он Не всегда Ведь режиссер Может генерировать Чувства зрителей Чаще всего Люди покупают Билет Приходят Что-то отсидели Нравится Не нравится И все Вышли Сказали Мне не понравилось А мне не понравилось А мне вообще никак И разбежались И забыли Я просто веду Разговор к тому Что Нам не дано Предугадать Иногда Что является Эпатажем Мы помним Историю Например С Русланом И Людмилой На открытии Исторической сцены Большого театра В постановке Дмитрия Чернякова Где публика вдруг Ну там сначала Была клака А потом публика Уже подхватывала И кричала И зала Что было вообще Ужасно неестественно Для нашего театра Я был свидетелем Когда Шло подписание Контракта С Дмитрием Черняковым И для театра И для директора Было шоком То что Происходило Потому что Никто не предполагал Что это вдруг Превратится В эпатаж Сладкоголосая Такая птица Вадим Не могу я верить Вашим словам Ну как это Они не думали Полуобнаженные девушки Показываются Где-то там В окне Ну как Ну а думал Владимир Урин Когда Ставил сон В летнюю ночь Бриттен Брал в репертуар Это в театре Станиславского О том что Это вызовет Дикий скандал И обвинение Театра В потворстве Педофилии Вы думаете Что директор Театра Станиславского Любой Да Урин или не Урин Мечтает Чтобы его Обвинили в педофилии Только ради того Чтобы билеты Раскупались Ой нет Боюсь что До этого Мы еще не доросли Это конечно Бродвейская такая история Она такая знаете Немножко голливудское кино Да Вот такой антрепренер Знаменитый мюзикл Продюсеры и фильм Да Где Они специально Пытаются Продюсировать Провал спектакля Чтобы Деньги Украсть И в результате Он получается успешным Вот это примерно Противоположная ситуация Мы все время Пытаемся Сегодня рассказать Про людей Страшных Которые сидят В кабинетах И пытаются Сгенерировать Дикий-дикий скандал Для того Чтобы все продалось Они что Зависит от продаж Что директор Большого театра Или театра Станиславского Зависит целиком От продаж Да боже вас упаси Там и так все продается И нет проблем Ну хорошо Тогда вот такой вопрос Не думали Не гадали Хотели как лучше Получилось как всегда Получился скандал Внутри этого круга Вы находились во время скандала Вы были в театре Как вы реагировали Ну вот лично вы Когда стояли пикеты Нужно было охрану усиливать Когда думали Что вообще просто не пропустят Исполнители к театру Как на это можно было реагировать Ну как Я не то чтобы не спал Ну мы все переживали Вы ждали что вас уволят Я? Нет Меня точно не могли Из-за этого уволить Люди У которых в крови До сих пор еще Так сказать Советская кровь Очень многие Не понимают Александр вы намекаете Нет Нет Я вообще Не на топ-менеджеров А на просто рядовых людей В театре Не знаю Которые говорили А зачем мы пойдем репетировать Ведь завтра Типа Путин позвонит Запретит Вот лично вы ждали запрета? Конечно Иксанов ждал запрета? В тот момент Откуда я не знаю Спросите у него Вы не говорили об этом с ним? Никто не ждал никакого запрета На дворе был 2005 год И тогда еще была некая свобода творчества Орг выводов вообще никаких не ждали Вы спокойно проходили Спокойно вставали Отправлялись на работу Все было как всегда Надо все равно соблюдать график выпуска спектакля То что там за стенами бушует Непонятные люди И чего-то там требуют Это к нам не имеет никакого отношения Все равно у нас есть график Мы в тот момент Выпускали спектакль График выпуска спектакля был жесткий Его нужно было соблюдать Все должно было репетироваться Билеты были проданы Публика-то все равно пришла И ей нужно было показывать Отрепетированный спектакль Пришла и ахнула А где же порнография? А где же то, чего все ждали? Нецензурная брань Где же брань? Где же осквернение? Оказалось, что ничего этого нет И публика ушла Сколько раз прошел спектакль? Я не помню сколько, но он шел Мало Два-три года Да, он шел В общем, я бы даже сказал, преступно мало Но проблема в том, что в этот момент Началась реконструкция Но спектакль успел съездить На два международных фестиваля Везде имел хорошую прессу Везде были проданы билеты Везде были хорошие отзывы зрителей Если бы все вернуть Вот вы считаете, что нужно было повторить этот путь Или нужно было все-таки не ставить Дети Розенталя Не затрачивать деньги на это? Оно должно было состояться И я даже, в общем, думаю, что счастье Потому что вот сейчас Это произведение как-то не особенно Пользуется популярностью Где-то хоть идет сейчас Нет, нет, нигде не идет Поэтому можно сказать счастье Что был этот спектакль Большого театра Кстати, в прошлом году Большой театр В связи с юбилеем композитора Записал это на аудио Так что, по крайней мере, музыку можно послушать Вы анализировали? Скандал для детей Розенталя Стал плюсом или минусом? Он стал локомотивом, который вперед тащит? Или который стал камнем, который утопил ее? А что тут задумывается? Спектакль был поставлен Он прошел какое-то количество раз Несколько лет был в репертуаре Съездил на два фестиваля Спектакль кончился Нормальная ситуация Теперь какие-то другие театры Должны задумываться на тему А не поставить ли нам детей Розенталя Не думаю, что для детей Розенталя Было бы хорошо, если бы они Как Борис Годунов 1948 года Все время были в репертуаре Они бы тоже превратились в некую вампуку Понимаете? Эпатаж помог, не помог опере Помог эпатаж весне священной Я говорю, мы все время пытаемся оценить то Что можно оценить только, например, со временем Если бы сейчас вот эта история случилась Не сколько там, 11 лет назад А вот сейчас она случилась Все развивалось так же, как и тогда, или нет? Откуда я знаю, может быть, сегодня По нынешним временам пришли бы какие-нибудь казаки Встали и сказали, не трогайте нашего Моцарта Не знаю, или нашего Чайковского Ну говорили, говорили, и тогда говорили Опошлили вообще все Невозможно опошлить то, что сделано с любовью Мне кажется Вадим, вот мне кажется, что из нашего сегодняшнего разговора Вот мне так представляется, что невероятно сложным Будет вот эту грань определить Где эпатаж нормальный, хороший, положительный эпатаж Наш эпатаж А где эпатаж плохой, отрицательный Их эпатаж, которого нам не нужно И за который нужно отвечать Гранит, что найдем, нащупаем Практически нет, потому что, я еще раз говорю, нет критериев А мы должны их вырабатывать Критерии давно выработаны Нельзя делать искусство, призывающее, не знаю, к насилию Вот это искусство запретное Но дальше все критерии заканчиваются А пошлость это критерий или нет? Пошлость критерий За пошлостью не должна следовать ответственность? Ну, а что такое пошлость? Дети Розентали, например, пошлые Люди говорили, что опошлили Да они не такими словами говорили Но, получается, вы считаете нет Они считают да Они считают да Так где же эта граница? Да нет ее этой границы То есть критерии вырабатываются Всем сообществом По договоренности Я почему-то думаю, что мы сегодня в музыкальном театре К сожалению, не можем договориться так Чтобы вот все сообщество согласилось с нами Предположим, что Дмитрий Черняков делает только хорошие спектакли Или нет Или наоборот Дмитрий Черняков все опошлил Мы, к сожалению, не сможем прийти к стопроцентной уверенности Что каждый член сообщества в этом с нами согласится И в том, и в другом случае Вот на этой пессимистической ноте Приходится заканчивать программу Но это не значит, что эта тема не будет обсуждаться В программу будут приходить известные кинорежиссеры Депутаты из Государственной Думы Музыканты, дирижеры И мы будем продолжать обсуждение проблемы Напомню, что сегодня в гостях программы «Овертайм» был Вадим Журавлев Один из самых умных, как мне кажется, и профессиональных музыкальных критиков И человек, который замечательно разбирается в оперном искусстве Спасибо, Вадим Спасибо вам Программа «Овертайм» Слушайте нас по субботам в 22 часа Программа «Овертайм» Информация, обсуждение, споры О самом актуальном в области культуры с Ольгой Сиротой «Овертайм» Программа «Овертайм»